Вопрос расширения аэропорта Шереметьево является острым для нескольких тысяч жителей не только Луниова, но и прилегающих населенных пунктов. Ведь согласно намеченному плану, не менее трех деревень подлежат полному отселению, а возле других в ближайшее время развернется грандиозное строительство, что существенно осложнит жизнь многим людям. На публичных слушаниях присутствовали представители власти, Федерального агентства гражданской авиации и местные жители. Последних интересует, какие конкретно участки будут затронуты расширением аэропорта. Людям сообщили, что под строительство отводятся пять земельных участков возле деревень Паршина, Дубровки и Исакова. Второй земельный участок расположен, это 0024, он расположен в зоне строительства грузовидной дорожки. Активист Елена Розина заметила, что данные участки находятся во втором поясе зоны санитарной защиты источников питьевого водоснабжения города Москвы. А это значит, что... Грубо нарушены права на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения жителей Москвы. И все это должно быть объектами государственной экологической экспертизы. А почему не были проведены общественные слушания с участием всех жителей, чьи интересы будут нарушать данный проект по оценке воздействия на окружающую среду? Местный житель Александр Романов отметил, проведенная госэкспертиза не учла, что в зоне строительства находятся такие опасные объекты, как скотомогильники с возбудителем сибирской язвы и крупные мусорные свалки. Цивилизованно ничего у нас не происходит. Идут по головам людей. Поэтому господин Медведев, или не вникая в тему, или доверяя своим помощникам, подписал распоряжение о переводе лесного фонда в земли профназначения. И после этого началась подханалия, самая настоящая. Сразу же варвары набросились на лес, на землю, на песок, на флору и фауну нашу, на природу. И начали ее губить. Жесткую оценку экологической ситуации в районе дал Вячеслав Каханович. Мы с вами в большой опасности. Эта опасность настолько велика, что ее трудно переоценить. Сегодня мы и так с вами вынуждены жить в буквальном смысле на помойке. Нас заставляют, как свиней, пить из грязных луж. И это не преувеличение. Значительная часть сельского поселения находится на загрязненной, экологически неблагополучной территории. Однако местная власть не согласна с такой оценкой ситуации. Он просто уводит всех в сторону. Но мы давайте с вами работать. Мы пришли работать, а не просто так. Мы сейчас решаем вопрос. И этот вопрос нужно решить. Решить или уже решили. Судя по тону подводившего черту чиновника, именно второе. Будем совершенно нормально строить. И через год решим эту проблему. Не хотите договариваться? Сидите. Жителей такой результат не устраивает. Они намерены обращаться с жалобами в Государственную Думу, чтобы вынести обсуждение проблемы на более высокий уровень.